Сбермаркет доставит все необходимое из магазинов Магнит за час. Используйте промокод ВОПРОС, получите скидку 20% и бесплатную доставку на первый заказ из магазинов Магнит. Сбермаркет и Магнит. Заказывайте выгодно! Это громкий вопрос! Всем привет, друзья! Это канал МПРОКОМ и это шоу Громкий Вопрос! Всем здрасте! Это громкий вопрос! Громкий вопрос, дедуль! Кстати, про дедулю. Что для меня карнавал? Это же монолог огурцов. Знаете, каратенько минут на 40 из карнавальной ночи. В первую очередь. Ну, может быть, яркое действие в Рио-де-Жанейро. А для молодежи это Валя Карнавал. Российский видеоблогер, певица и моя ровесница. Валя Карнавал, привет! Привет, Валя! Очень рад тебя видеть. Как у тебя дела? У меня все супер-супер-классно. Все супер-классно. А карнавал, это же, я прошу прощения, псевдоним? Аббревиатура. Фамилия Карна... Карнаухова Валитина? Карнаухима, вот уже новая фамилия у меня. Карнаухима. Блин, прикольно сложилось. Дениально, я считаю. А ты дипоз. Дипозитив. Дипозитив. Очень хорошо. А ты... Это аншлаг. А я аншлаг. Да-да-да. А ты... Сермат... Серматозоид. Если придумал, всегда до конца говорят. А я... Это все не круто звучит. Это популярное искусство. Не, я просто Дима вечеринка. Валь, ты смотрела хоть один выпуск нашего шоу? Да. Знаешь, что будет происходить, да? Да, знаю. Расскажи. У нас будут наушники, будут вопросы. Если я буду знать ответ, мне нужно будет кричать ответ, чтобы мы написали одинаковый ответ прямо у себя на бумажечках. Бумажечки переворачиваем. Не вот так, а вот так. Это я тоже все знаю. Вот, и потом в конце у нас будет круг, да, где вы будете мне говорить вопросы и с ответами, я надеюсь, уже сразу. Это вообще не факт. Мы называем суперигра. Да, суперигра у нас будет. Суперкруг. Все, супер. А, кое-что не сказала. Что-что не сказала. Что-что? Давай, подожди, да, Ешан? Да. Вспомни. Давай, вспомни. Очень важно. Что отличает одного гостя от другого? А, нам нужно придумать штучку, как мы будем делать, когда будем выигрывать. Валь, ты уже самый лучший гость этого шоу. Все, нужно придумать, что мы будем делать. Давай придумаем. Рекорд побить. Рекорд побить. Это все, что угодно может быть. Звук, жест, вообще, как хочешь. Ты не привезла с собой ничего? Давайте просто говорить огурец. Огурец. А жест? Давай, огурец. 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 Только надо все вместе это делать. Я не знаю, почему я просто сегодня с утра ела бутерброд с огурцом. Отлично. Огурец. Раз, два, три. Огурец. Шикарно. Ничего лучше. Я себе, если честно, не огурец представляю, когда вот так делаю. А что? Ну, как будто волосы в воду стряхиваю из воды, вышел. Что-то после, как будто в кабриолете едешь, да? Вот так вот сильно. Это ты в кабриолете едешь. Вот так вот. Да, на мешаной скорости, кстати. А как на тебя одного ветер дует? Ну, на меня одного, видите? Почему? И на тебя одного ветер дует, да. Ну что, получается, все готовы? Получается, переходим к первому вопросу. Я готова, да. Все, прекрасно. Да, к первому вопросу. Поехали. Продолжение следует. Продолжение следует. Морской бой. Морской бой. Два корабля. Каких корабля два? Двухпалубные. Двухпалубные. Двухпалубные корабли. Морской бой. Двухпалубный. Двухпалубный! Двухпалубный! Линкор! Бригантина! Всё, пиши! Так, дайте дописать мне. Снимаю? Ребята, я надеюсь, это было изи. Подождите, сейчас мы... Это, видимо, был морской. Это было море. Это был корабль. Это был салют. Никто ещё так не понимал. Не, я всё понял. За 3 секунды показала 800 разных... Ну, она показала игрот от начала до конца. Я ещё и выиграла. Причём там 4 раза было мимо. Так, а прочитай вопрос. Какой у него вопрос? Так, каких кораблей в морском бою 2 штуки? Чуть-чуть мимо. Ай-яй-яй. Мы не так сделали. Там 4 однопалубных, 3 двухпалубных, 2 трёхпалубных... Нееет! Ты очень трудно показала историю. Но это было роскошно, да. Это промок. Это промо. Но не твой. Это мой промо. Нет, единственная вещь, которую мы не проговорили, это наша, кстати, вина, потому что мы дали ей рассказать все правила, потому что мы команда. И если у нас кто-то, например, из нас тянет нас ко дну, неправда. Черт, так красиво начиналось. Ну, написали мы все одинаковые. Я написал двухпалубный. Я тоже написала двухпалубный. Двухпалубный. Немножко домино. Двупалубный. Двупалубный. Это все неважно. Двупалубный и шестипалубный. Ну, давай узнаем на всякий правильный ответ. Просто отклеим эту штучку и узнаем. Подождите, а ваше предположение? Сколько двухпалубных? Двухпалубных? Три. Не то, чтобы это предположение. Мы в этом предположении почти что уверены. Подождите, а тут ребята с вами не могли определиться, какой правильный ответ. Тут куча других бумажек. Стойте. А это шанс? Нет, смотри. Что? Ну, смотри. И вот написано трехпалубный. Ну, ладно. Трехпалубный. Ну, естественно. А, да. Все, трехпалубный. Меня удивило. А теперь неправильно. Подождите. А, нет. Еще написано. Крейсер. Трехпалубный крейсер. Подождите, мы должны были еще это написать? Я считаю, это не нужно было. А у них у всех свои названия там есть? Я не знаю. Лодка. Лодка, крейсер, бригантина. Мне кажется, что четвертый паузный называли линкот. Ты в конце сказал бригантина мне? Ну, это я вообще не говорю какие-то названия. Точно, точно. Потом говорят, бригантина. На всякий случай. Как бы круто. Блин, очень классно. Красиво проиграли. Красиво. Это красивый исторический блокбастер, в котором все подпизживает. Очень красивый, да. В котором в конце все не так. Ко второму вопросу. Поехали. Три, два, один. Как звали обезьяну, которая продавала кирпичи? Чи-чи-чи! Продает кирпичи, продает кирпичи. Обезьяна, хвост, обезьяна. Обезьянка. Обезьяна, обезьяна. Чи-чи-чи. Продавала кирпичи. Продавала кирпичи. Чи-чи-чи. Чи-чи-чи. Какая обезьяна продавала кирпичи? Обезьянка. Чи-чи-чи. Три-чи-чи. Три раза. Три раза. Чи-чи-чи. Так. Какой на этот раз вопрос? Гигантская обезьяна, которая в фильме всех убивала и залезла на рейтбилдинг. Такой вопрос. Так, там был вопрос, какая... Как звали обезьяну, которая продавала кирпич? Вот, другое дело. А прикольно, что я обезьяну вот так показываю, а она ее показала вот так. И танцующая обезьяна. Мне еще нравится, когда Валя начинает читать вопрос, у нее от начала до конца вопроса, вот так вот сначала глаза расширяются, вот так, а потом, а, все нормально. Ты всегда думаешь, что в конце вообще. Все, что угодно может быть. Ты что-нибудь продавала когда-нибудь в жизни? Нет. Ну ты не обезьяна. Когда мы все поймем, что мы вообще не интервьюеры. Как бы гениально мы не подвязывали вопрос, мы же не понимаем, зачем мы его задаем. Почему? Продавали кирпичи. Кстати, о кирпичах. Ребят, я знаю, какой вопрос я хотел задать. Какой? Давайте мы вначале проверим. Или как лучше? Нет, ну давайте все... Нет, но интрига. Интрига, хорошо. Валя, я когда к нам приходят гости, я не готовлюсь, я не узнаю про них информацию. И вот я сколько знаю про человека, столько я его даю. Вот тебя надо было как представить? Ты, Валя, чем занимаешься? Нет, ты прав. Я хочу это ютуб-шоу, где Асень зовет неизвестных ему гостей. Делал бы им лицом. Вот вы, Валя, кто? Нет, ну подожди. Кто-то есть, Паши, я не знаю. Ну правда. Смотри, я приведу пример. Я, например, актер. Да. Вот. Это, например, сутенер. Все должно, все должно нарифмовать. Ну, я, наверное, сказал, что ты видеоблогер. Это правильно? Ну, ты вообще все правильно сказал. Единственное, не сказал, что самая классная девчонка. Вот, видите? Вот, видите. А так все по немногу. И музыка, и актерство, и вот все-все-все. Вот актерство, понял? Понял. Так, что мы написали? Все написали Чи-Чи-Чи. А что не через дефис? Потому что это имя. Я через дефис. Вот. Да это имя как через дефис. Вот, Киржи. Чи-Чи-Чи. Цена. Сережа вернулся. Красиво. Да, это он все что делает. Так, какой правильный ответ? Смотрим, да и понимаем, что Чи-Чи-Чи. Да и не двигаемся к третьему вопросу. Да, потому что интеллектуально ушло. Конечно. Чи-Чи-Чи. Через дефис. Чи-Чи-Чи. Через дефис. Давай, все, поехали. Огурец! Что ты крикнул? Что? Что ты сказал? Огурцы или огурец? Один огурец. Я представил два огурца. Так, Антон, а вот ты сказал, что мы двигаемся к следующему вопросу. Да. А на чем же мы двигаемся? На кабриолете. Нет. Давай топ-3 способа передвижения. Подожди, может быть на моторной лодке? Ни в коем случае. На корабле, который я показывала. Или на корабле. Это все медленно. Они все раздолбанные. Тогда предлагаю, Дмитрий, на самолете. Правильно. Вау. А где ты купишь билеты, Антон, чтобы двигаться на самолете к следующему вопросу? Даже не знаю. Где же это сделать, чтобы было удобно? Я знаю, ребят. Ты знаешь. Удиви. На авиасейлс. Вау. Серьезно? Да, да, да. Там дешевые авиабилеты. А еще есть календарь цен. Даже если мы в пятером двинемся на самолете к следующему вопросу? Хоть в шестером. Вау. Я, когда Сергей Матвиенко умрет, на его могиле маркеров допишу календарь цен, блядь. Это неактуальную инфу, которую он тащит за собой всю жизнь, блядь. Запомнил. Нет, подожди. Зачем за календарь? Календарь цен нет, блядь, с 2015-го там, блядь. Но я хочу, чтобы авиасейлс меня услышал и вернул календарь цен. Да, на самом деле, в случае Сергея Матвиенко проще авиасейлс смириться и добавить календарь цен, чем заставить его запомнить. Да, запомнить, что этого нет. Валь, собственно, для чего все это было? Как тебе актерская игра, ребят? Потрясающе. Мне тоже так показалось. К третьему вопросу. Поехали. Сбермаркет доставит все необходимое из магазинов «Магнит» за час. Используйте промокод «Вопрос». Получите скидку 20% и бесплатную доставку на первый заказ из магазинов «Магнит». Сбермаркет и «Магнит». Заказывайте выгодно. Три, два, один, пять. Давай, Валь. Какой город? Какой город? Город. Называют? Большое яблоко. Нью-Йорк. Большое яблоко. На кепке написано Нью-Йорк. Какой город? Нью-Йорк. Кривой рок. Секс в большом городе. Нью-Йорк. Статуя свободы. Нью-Йорк. 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 Понял? Я понял. Все. А почему? Да, как будто можно снимать. Да, как будто мы уже все знаем. Сергей Борисович дорисует, да и все. Нет. Что нет? Я пишу. А я вот дико извиняюсь, пока мы не начали обсуждать. Я правильно понимаю, что вопрос звучал, какой город называют Большое яблоко? Да. Но другое название. Все определили Нью-Йорк. Да. И Сергей Борисович, находясь в наушниках, спросил, почему. Это правда. Сережа, твое вот это образование в ночных клубах, блядь, когда в уши долбит музыка. Ну, объясни мне, с какого хера Нью-Йорк Большое яблоко? Ну, вот так надо разговаривать. Я мы слышим друг друга. Ну, на самом деле, я тоже не знал. Мы в одних клубах тусуемся. Ну, зачем это в наушниках, ты спрашиваешь? Ну, пока время есть. А почему Нью-Йорк Большое яблоко? И она такая, к тебе или ко мне? А ты, блядь, выбираешь, что понимать, да? Здесь без проблем понял. Потому что полная тишина. Полная уже тишина. И ты орешь, почему? Ну, я же вижу, что ты орешь. Что, Нью-Йорк? Ты написал Нью-Йорк? Нью-Йорк. Я написал Нью-Йорк. Господи, слава богу, правильно. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Ну, я перевел. Нью-Йорк. Нью-Йорк – это маленький пес. Ага. Нью-Йорк – с шерсткой интерьер. И ты написал Новый Маленький Пес. Новый Маленький Пес, да. Смотри, вот сейчас красная загорится. Новый Маленький Пес. Мы тебя всю жизнь будем называть Новый Маленький Пес, блядь. Нет, он старый маленький. Я леопард. Давайте посмотрим правильный ответ. Но его, мне кажется, даже смотреть можно не смотреть. Давайте посмотрим. Куда ты смотришь? Я куда-то смотрю. Подождите. Где экраны? Нью-Йорк, правда. Нью-Йорк. Огурец! Все громче и громче. Два из трех. Конечно, мы набираем все больше сил. К четвертому вопросу. Поехали. Три, два, один. Что там? Валя, давай. Она не верит в то, что видит. Что, ты не можешь прочитать? Один. Просто прочитай. Пять. Пять. Все? Два, пять. Дважды двадцать четыре. Один. А, там какой-то пример. Просто там пример. Пять. Пять. Ну, прочитай. Пять. Прочитай. Пять. Я понял. Два умножить. Два умножить на пять. Два на два разделить. Секунду. Плюс пять. Ответ пять. Подожди, посмотри. Пять. Она сказала два умножить на два. Подожди, посмотри, два разделить на два. Плюс два умножить на два. Еще раз. Два разделить на два. Пять. Все правильно. Пять. Да, да, да. Пять. Ребят, ну так даже я все время все буду понимать. Если ответы будут пять. Еще б ты тут не понял. Я каждый раз, когда вижу какие-то математические задачки, у меня сразу становится вот сложной. Все, там прям сложная задача и ответ пять. У нас тоже у ребят не все четко с математикой. Смотри, два разделить на два. Два разделить на два. Плюс два умножить на два. Пять. Это все четко. Першт. Почему у нас плохо? Именно в этом примере все хорошо, что вам сказали ответ. Я подбирал пять, короче. Да, у меня тоже пять. Получилось. А сколько нас? Пять. Пять. А сколько у вас пальцев на руках? Десять. На одной правой? Ну, смотрим правильный ответ. Смотрим правильный ответ. И скорее всего кричим какой-то овощ. Да, сто процентов. Пять. Пять. Огурец! Есть. С каждым раундом все громче и громче надо кричать. С каждым раундом. Так, а это я извиняюсь, четыре уже вопроса. Да, интервью будет или дальше? Да, да, интервью будет. Нет, интервью будет. Подождите, ты пьешь молоко? Да. Ну, все. Все, отлично. Мы переходим к пятому вопросу. Поехали. Три. Два. Один. А, а, точка, с, точка, пушкин, 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 п АС Пушкин. Понял. АС Пушкин. Какие инициалы Пушкина? АС. Какие инициалы? АС. Инициалы. Александр Сергеевич Пушкин. Инициалы. АС. То есть мы пишем просто АС две буквы. А. Пушкин. А точка С. И все. И все. АС. АС. И все. И все. Да? Две буквы. А. Две буквы. А. И С. И все. АС. Давай. Посс, мне это не нравится. Что ты в самом конце начал все зачеркивать. Нет, возможно, я его сбил. Но ты до этого что делал? Подождите, ребята. Секунду, секунду, секунду. Ты доделай, что ты хочешь. Доделал. Мы молчим. Доделал? Угу. Все? Угу. Ты что, не дохуя закрасил? Все. Я весь вопрос думал, что за такой вопрос, где такой странный ответ. Прочитайте. Давай. Инициалы Пушкина. АС. Верно? АС. Ну, наверное, и П. Пушкин. Индивидуальный предприниматель. Ну, я написал АС Пушкин. А потом Марс говорит. Два. Я оставил, да, вот. Убрал Пушкин. АС. Четко. АС. Я надеюсь, что... Ну, смотрите, я... АС. Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Ага. А что ты не написал потом Пушкин Александр Сергеевич? И пять. Да. Пушкин АС. Да. Ну, правильно же. Ну, написал. Вроде написал. Если неправильно, я разозлюсь. Нет. АС точно правильно. И будет конкретный объект. Стой. Так, ну, надо смотреть. Давайте смотреть. Да. Вот, кстати, там и... Ну, просто мы понимаем же, что такое инициалы. Правильно. АС. А цвет красный. С хуя. Э, э, э. Что? Из-за Сережи. А почему? Из-за Сережи. Нет, Сережа, нет. Ну, потому что он понаписал. Сережи, нет. Потому что он понаписал. А что ты все, блядь, не написал? Какой пулей его убили написал? А я не знаю. Что бы наверняка. Я не знаю. Ну, мне нет. Что, блядь, ты... Зачем ты все? Да это просто... Это, блядь, не кара. Это медицинская справка. Подождите, мы справились. Подожди. Но есть АС. Ну, и что? Они там у тебя есть среди всего, что только может быть. Там не написано. Напишите. Тогда АСП. Так и написано. Напишите инициалы. А вы видели, как он сейчас выделывается? Зачеркнул и все. Ну, я же успел зачеркнуть, потому что я на арсене. Честно звонит. Ну, я успел на арсене посмотреть. Человек мне все объяснил. Нет, ну, ладно. Ты хотя бы закрасил. А ты закрасил. Давайте разберемся. Инициалы это ФИО. Фамилия, имя, отчество. Ну, тогда должно быть хотя бы либо АСП, либо... Ну, я просто не понимаю этот вопрос. Прогуглим. Давай. Нет, я согласен. Мы сейчас гуглим. Мы в любом случае... Все правильно, инициалы это, наверное, три буквы. Ну, там ответ же АС. Ну, подождите. Инициалы может быть и две буквы. А, нет, в ответе АС. В ответе АС какие три буквы. Ну, может быть, это ошибка тех, кто задавал вопрос. Это, слушайте. Это первая буква имени и отчество. Или имени, и фамилии. Да. Иван Бунин писал просто и Б. А, ну, например. Либо АС. Я считаю, что нас дурят, и нам должны дать зеленый свет. Абсолютно. Загоровайте зеленый. Я предполагаю... Ну, в целом его фразе. Нет, нам не нужны буквы. На своем языке. Сережа. Ну, блин. Да это не... Ну, а я что сделаю, Валь? Ну, как будто у меня здесь кнопка. Не смотри. Ну, подождите. Смотрите, я просто объясню это для себя. Если бы на вопрос 2 разделить на 2 плюс 2 умножить на 2, мы написали бы 525. Это же было бы неправильно. Ну, там пятерка же есть. Смотрите, я исправился. Так, так, так. И Свет пусть исправится. Что ты сделал вообще? Оторвал. Ну, давай все, давай выкинь. Мы можем сейчас в следующем ответе так ответить, чтобы они вообще не докопались. Нет, Сережа, я смотри, я же тоже ошибся. Ну, просто смотри на Арсения. Он в конце все подсказал, что надо сделать. Он прямо показал. Арсению я раз объяснял, напиши А.С. Пушкин. Ну, а он видишь. А сам ты нахера там поэму свою начал писать, блядь? Сидел еще, как обычно. Сережа, давай так. Вот так вот, когда они облажаются, тоже на них гнать будем. Я считаю, это несправедливо. Да, говно, тебе пизда. Так я же не облажался. Сейчас. Это несправедливо. Это несправедливо заранее, блядь. Ну, быстро давайте к следующему вопросу. К следующему я скажу. А какой по счету? Не считаем вопросы к следующему вопросу. Быстро. Три. Два. Один. Давай. Пыль. Пыль. Бык, нет? Пыль. 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 А какой вопрос? Деньги. Пыль. Что? Летит от топота копыт. Пыль. 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 Сережа. Ладно. Не, я в шоке вообще Ну шикарно Так, зачитывай вопрос Что летит на топыта копыт Александр, пыль Пыль Ну пыль, все правильно, я написал пыль Что написал Сережа Что написал Сергей Пыль по полю Проверяем Проверяем сразу И верно ответим Огурец Расстроился, что я не облажался Смотрите, вот кто Некомандный игрок Это было роскошно Блин, я хотел, чтобы был вопрос Что на пацанском жаргоне Деньги? Пыль Ну бабки пыль Это только на твоем жаргоне Но я и пацан Так, у нас 4 правильных ответа из 6 Да Да, у нас остался финальный седьмой вопрос Мини-интервью Мини-интервью, конечно У кого накопились какие-то вопросы Есть ли у тебя аллергии? Да Аллергии Фобии У меня аллергия на цитрусовые Вообще на все? Ну только на апельсины очень классно А в звездах в Африке? Нет В звездах в Африке же называешь? В звездах в Африке А там тебя не кормили апельсинами? Нет А то есть они там знают, что это аллергия Тебя не могут заставить? Ну я взадыхаться начала Меня, ну, никак не зашло Ну и ты закричишь, что я звезда Заберите меня отсюда То есть такой ход Ну я бы не закричала Я бы не закричала Даже если бы мне палец отрубили Мне кажется Я бы не закричала О, класс У меня тоже есть аллергия Я предлагаю такое шоу сделать А какое? Ну, Валя ест апельсины Я рис, кто первый умрет Это самый последний финальный раунд У нас осталось двое Я и Олег Верещагин И просто была финальная битва Где мне не хватило одной звезды И все А вы понимаете, что Арсений знает Как он будет, если что, выходить Из сложности на звездах в Африке? Я звезда, заберите меня отсюда Ну да, на всякий случай Ну так там Это же в правилах Нет, но если она будет умирать Опухшая и задыхающаяся Как она будет кричать Я звезда? Да она жестами покажет Ну что, к седьмому вопросу Три, два, один Столица Бразилии Карнавал! 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 Столица Бразилии А, Рио Рио-де-Гатерра Столица Бразилии Да, Бразилия Ты знаешь? Как? Бразилия Столица Бразилии Бразилии Смотри Столица Бразилии Бразилия Бразилия Бразилия? Да, только в конце А Смотри Столица Бразилии Карнавал Бразилия Бразилия Это глобус Глобус Бразилия Столица Бразилии Бразилия Где карнавал? Бразилия Где карнавал? Бразилия Столица Бразилии Бразилия Москва, Москва, блядь, я из Питера, это Петербург, ты из Москвы, Москва, столица России, Бразилия. Черт возьми. Дима, пожалуйста, нет. Пиши, лысый. Димочка, дадим ему время. Да, блядь, ну проблема есть. Сосредоточься. Я думал, что я знаю ответ. Сосредоточься. Просто сосредоточься. Мы дадим тебе время. Ладно, наверное, я понял. Сосредоточься. Дима, пожалуйста. А тебе я правильный ответ не скажу. Козел. Слушай, это точно правильно? Так, подождите, ребят, можно сейчас... Блядь, ну ты же мне Бразилию объяснял. Очень долго. А потом что это было? Да, скажи вопрос. Столица Бразилии. Он правильно тебе объяснял. Ой. А что не так пошло? Кто-то что-то не понял. Пошло вот как. Вот же, блин. Я видел, видел танцы, 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 танцы. Арс потом показывает глобус, показывает Навалю. Я понимаю, что карнавал. Я думаю, наверное, вопрос. Где проходит карнавал? Я вроде бы понимаю, что Бразилия. Потом вдруг Арс говорит. И я думаю, блядь, а какая-то, почему это Бразилия-то? Так, и что дальше происходит? Дальше я начинаю думать. Это не Бразилия. Он мне показывает. Я из Санкт-Петербурга. Ты из Санкт-Петербурга. Он говорит. А карнавал ты написал из Рио-де-Жанее? Нет, он написал Воронич. Ты из Москвы. Из Москвы. И я решил, что надо, наверное, город угадать, откуда карнавал. Город, откуда карнавал. И что ты написал? Потому что ведь Санкт-Петербург не столица. Не столица. Я, конечно, написал Рио. А, прям даже Рио. Де-Жанейро не написал. Даже не Де-Жанейро, да? Ну какая разница? Да в смысле? Нет города Рио. Тут А.С. Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин. Нет города Рио. Нет, здесь Рио-де-Жанейро. Рио – это мультик про попугаев. Нет, там-то мультик про попугаев. В Википедии не написал. Я написал последнюю секунду. Ну понятно же, что это Рио, блядь. Непонятно. Я себе написал Ростов. Вы бы доебались. На Дону. Да нахуй мне вообще это писать, если это неправильный ответ. А почему ты все время удивляешься? Из Москвы? Почему мы много времени тратим на название Ростова? Нет, если ты хотел показать столицу, то зачем Питер тогда показал? Как показать столицу? А я начал с Москвы. Ты говоришь, Москва? А вот это что было вообще? Как показать главный город? Я не знаю, цитадель. Что это главный город? Это что, дурак? Главный город? Главный город. Я не понял. Стой, а ты мне что показывал? Это я показывал букву А. Я тоже думал, что ты А показываешь. Я в том числе это и А я показывал. Ох, ты в одном оказался. Все, я его показывал. Подождите, как объяснить? Вот так вот. Зачем ты мне не дилеем? Скажи столицу Бразилии. Бразилия. Бразилия. Ну что, он в середине? Нет, посмотри. Какая последняя буква? А. Вот как это показать, что надо не Бразилия, а Бразилия Анна? Надо показать, что столицу Бразилии надо. А как показать столицу? Подожди. Покажи столицу. Ну не знаю, ну покажи, что я из Москвы. Покажи столицу. У нас тут никто не из Москвы, пацаны. Что? Как ты там Москву показывал, блядь? Так, ладно, я написал Бразилия. Бразилия. Удивительно. Удивительно, все написали. Вот мы и пришли. Ну что ты, классики. Один-один. Нет, я, да, на самом деле, ну если бы даже я не написал это Рио, если бы меня вот это не смутило, я бы написал просто Бразилия. Потому что я был уверен сначала, с какой стороны карнавал. Ну что, вдруг? Это бы не засчитали сейчас. Что вдруг? Хорошо. Не, на самом деле, смотри, просто если ты подумал Рио, а почему ты мне в ответ не сказал? Нет, не Бразилия, Рио. Мы просто продолжим. А если бы ты написал, что Бразилия в Бразилии, тебе бы сказали неправильно. Ты дохуя лишнего написал. А зачем бы я писал Бразилия в Бразилии? Как будто Бразилия и с другом месте. Как будто у Пушкина есть, сука, другие инициалы. Да, например, Оксана Пушкина, там вообще все другое. Какой правильный ответ? Нет. А Костя Пушкин, так он вообще без отчества. Блин. Бразилия. 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 Ну что, у нас 4 правильных ответа из 7. Зато я ответил на вопрос, откуда карнавал. Ты ответил на вопрос. Блин, 4 из 7. 4 из 7, этого достаточно. Это роскошный результат. Потому что главное же не на какое количество вопросов ответить в первом раунде. Главное, победителя нет в целом. Хорошо. Ну и прямо сейчас мы это узнаем. К суперигре! Ну что, Валя, раз ты смотрела шоу, ты знаешь. 4 правильных ответа дают нам 4 минуты. 4 минуты для того, чтобы выбор... Дмитрий. Да. Мы будем по кругу объяснять тебе слова. Я надо угадать 4 ответа. Мы иногда тоже, кстати, будем ответы говорить. А иногда, если не знаем, будем объяснять вопросы. Много говори, потому что ты можешь попасть в нужный ответ. Загорится зеленый. Это значит, что ход переходит к следующему игроку. Да, мало кто знает, но вообще... Просто если сказать, это уже правильно. Нет, кто не смотрел, тот вообще не догадывается. Мы опять будем в наушниках. И читать опять придется по губам. Да, все хорошо. Так, ну что, по очереди начнем с меня. Да. Просто произнести правильно. По минуте на каждого человека. Да, хорошо. Окей. Хорошо. Поехали. Ром-сервис. Да-да-да-да. Ага. Заходи, ну что ты? Как первый раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. А это вы? Да, да, не сидите скорее. Открывай все как обычно. Ну это же явно вы. Шаст, отстань. Ну это вы. Здесь, ну что ты? Ну куда же вы? Они вот там через стенку сидят. Подруга через стенку. Это же вы? Это вы? Это вы? Шоу истории в кино. Прикиньте. Три. Два. Один. Та. У-у-у. Какая планета называется так же, как и богиня любви? Венера. 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 Да. Фиолетовый. Фиолетовый. Вот смотри. Белый. Розовый. Фиолетовый. 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 Радугу покажи. Покажи радугу. О-о-о. Да-да-да. Килт. Смотри, я шотландец. В юбке. Мужчина в юбке. Мужчина в юбке. Юбка называется килт. Четыре буквы. Шотландская. Килт. Болынка. Болынка. Килт. 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 Да-да. Луза. Луза. Бильярд. Шары. Бильярд. Бильярд. Шары. Лунка. Лунка. Луза. 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 Юза. Луза. 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 У-у-у-у-у. Есть? Да не просто есть. Прависсимо. Семену. Просто прависсимо. Нам эти четыре минуты были даже не нужны. Узнайте 60 секунд. Скажите, ну, это... Все загорелось цветом огурца. Вот для чего ты здесь сидишь. Конечно. Возгладить итоги, блин. Конечно. А как ты показываешь цвет, когда в этом синим непонятном все меняется? Нет, ну, я показываю там... Какой у тебя был вопрос? Я по группам прочитала фиолетов. Какой цвет соответствует фазану? А-а-а. А я тебе как раз через радугу и хотел. А-а-а. Фиолетовый. Много еще фиолетовый. У меня был вопрос, какая планета называется так же, как и богиня любви? Венера. Венера. У меня было, как называется, предмет мужской шотландской национальной одежды. Кильт, культ... Килт. 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 Ну ты это произнесла. Да, самое главное. Отверстие в бильярдном столе. Э-а-а. Луза. Луза. Шикарно. Да? Да, ребята, я... Восхищение. Да это вообще... Это победа уровня мастера. Просто уровня мастера. Все, мы победили? Мы победили? Блин, ну это же круто. Победили. Ну давайте сделаем... Ну давайте про празднование. И самое громкое. И... Огурец! Сейчас он придет, моего призовет. Так, ребята, ну сказать, что я в восторге, ничего не сказать. Единственное, что, конечно, Валя может быть рассчитывала на какой-то приз. Нет. Раз мы победим. Победа? О, так победа, это уже... Пока. Этого уже достаточно. Нет, ты правда, молодец. Дальше. И если нет приза, то казалось бы, ну а что тогда играть? А нам, на самом деле, просто было приятно с тобой провести время, и мы хотим тебе кое-что подарить. Ага, хорошо. И мы хотим, чтобы подарок был для тебя, ну, каким-то особенным. Чтобы, знаешь, не просто подарили и забыли, а ты его положила. Мы скинули по 400 рублей. А, хорошо. Чтобы узнать, что тебе понравится, по-настоящему. Мы обзванивали всех твоих друзей. Ага. Я надеюсь, они тоже здесь. И говорим, что Валя любит, что ей подарить, как ее удивить, как ее растрогать. Она говорит, да все любит. Да. Мы говорим, ну, может быть, что-то там особенное. Может, что-то у нее нет. Нужно менять друзей, походу. Или чтобы они были более разговорчивы. Да у нее все есть. Ну, может быть. И, знаешь, мне показалось, в какой-то момент уже у нас надежда нас просто покинула. И кто-то, знаешь, такой под конец кричит. У Вали есть, увлечай. Мы говорим, ну, какое. И нам сказали, что ты любишь рисовать. Да. Ну, да. А мне почему-то кажется... Ну, да. Ну, да, могу рисовать. Ну, если что, может. Нет такого же. Да, 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 рисую. Черт возьми. И мы подумали, что подарить тебе просто набор бумаги и кисточек... Супер. Это мне, подожди. Это маловато. Потому что художник, на самом деле, может делать свои картины из чего угодно. Не обязательно краски, да? Да. Все что угодно. Да. И мы подумали, что у настоящего художника должен быть вот такой вот настоящий этюдник. Как он мастеров живописи эпохи Ренессанса. Сделан из натурального дуба. Сергей демонстрирует. Все открывается. Ну, фига себе. Ты можешь... Да ешь. Это... Это... Сереж! Ну, как же так, а? Ну, как же так? Да почему с нами мистер Бин? Блядь. На самом деле, подожди. Мы просто подумали, что писать картина может чем угодно. Кисточки в том числе пригодятся. Да, да. Ты можешь выходить на пленэр. Да. Вот это все делать. Сделай обязательно селфи. Да, да. Конечно. Блин, ребят, спасибо большое. Мне почему-то кажется, что вот от этого в восторге был бы любой художник. Да. А ты не любой, ты особенный. Да, спасибо большое. Мне такого еще никто не дарил. Спасибо, Валь, тебе большое. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, ну... Что такое? В комментариях напишите, что Вале нарисовать. Тогда не уходи еще. Слушай, Сережда, не трогай, ты сейчас все сломаешь. Ну, бумагу сама купишь, ладно? Да, да, Сережка. Мы просто Сережу за ней отправили. И она на бедру летела вот так. И он упал навзничь, когда она летала. Вот так еще. О, навзничь. Навзничь. Друзья, а вы пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал Импроком и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый видос. Совсем скоро увидимся. Это шоу «Громкий вопрос». Пока!